12 января прошло первое в этом году заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Главе города Андрею Шубину доложили о работе учреждений в прошедший праздничный период и текущей эпидемиологической ситуации. Так, основная нагрузка традиционно пришлась на медсанчасть. Несмотря на высокий оборот больных пневмонией и коронавирусом, удалось несколько разгрузить ковидный госпиталь. Сейчас там 67 человек. Амбулаторная помощь оказывалась более ста раз ежедневно. Цифра у нас до этого была под 200, там 180, 150 в декабре месяце. Сейчас вызовов у нас 100, в принципе, мы значительное количество пациентов, которые были на больничных листах за праздничные дни, выписали. На 12 января нарастающим итогом в Десногорске зафиксировано 1671 положение жительный случай ковида. Выздоровевших 69%, 1155 человек. Карантинных мероприятий в городских организациях, в том числе школах и детских садах, не проводится. За прошедшую неделю заболело, переболело всего 9 человек ковид-инфекцией, 6 человек пневмониями. То есть, видимо, вот это разобщение у нас, каникулы так называемые, они дали свой результат, наблюдается снижение. В основном болели люди старше 50 лет, дети не болели. В городе началось вакцинирование препаратом от коронавируса «Спутник Ви». Партия из 300 доз вакцины поступила в распоряжение медсанчасти накануне Нового года. В первую очередь препарат получит так называемый контингент первого этапа – врачи, учителя, сотрудники полиции. Вы на контроль возьмите этот вопрос, и мне, соответственно, потом доклад. По результатам. То, что касается правоохранительных органов, коммунальных служб, я думаю, что руководители все слышали. В рабочем порядке решаете вопрос медсанчастью. Ранее принятые особые эпидемиологические меры остаются актуальными. К этому относится ношение масок в многолюдных местах и запрет на приведение культурно-массовых мероприятий.